Итак, всем привет! Сегодня я ищу место для установки тайника для ловли певчих птиц. Это может быть как и небольшая полянка в лесу, так же самое может это быть близлежащий огород, близлежащего частного сектора. В принципе, первым делом нужно выйти с записывающим устройством голосов птиц, то ли это мобильный телефон, то ли это MP3-плеер, и проверить, поставить голоса птиц и посмотреть, есть ли здесь птица обитает, ли она здесь кормится. Чтобы быстрее немножко этот процесс ускорить, я беру обычно с собой мобильный телефон и включаю записи голосов птиц. Ну, например, вот, да, я только что ходил здесь, смотрел, включил, у меня тут нарезка с голосов птиц, тут и тиши, и рэпал, и всего. Вот, и проверить, есть ли здесь птица. Ну, вот, смотрим, я прошел, посмотрел, птица здесь есть, она летает. Немножко обратить внимание надо еще на то, что присутствует, здесь, в данном месте, кормовая база. Ну, вот, в этом месте, где я пришел, тут близко огороды, там есть еще не собранные семочки, есть много сорных трав, и, в принципе, птица здесь крутится. Место нужно выбирать, в принципе, смотря, откуда летит птица и куда она летит кормиться, то есть, с места ночлега до места кормления. Смотрим на следующий нюанс, который, в принципе, желательно учесть. Надо посмотреть, с какой стороны всходит солнце. В данном случае солнце сходит с той стороны. Если мы будем находиться на этом месте, у нас здесь будет шалаш, то с той стороны, если мы поставим тайник, то нам, во-первых, будет плохо смотреть на птицу, потому что она будет сидеть напротив солнца, а птица очень хорошо будет замечать нас. Соответственно, мы должны ставить тайник относительно, допустим, этого места с той стороны. То есть, мы, получается, поставим сам тайник, сами, получается, мы сидим за солнцем, спиной к солнцу, а птицу мы наблюдаем как раз отлично на солнце, на пересадке возле тайника. То есть, мы ее видим, а на нас нет. Направление ветра. Направление ветра хотелось бы тоже немножко учесть в плане того, чтобы птица сидела носом по ветру. А хорошо бы, если это еще совпадал нюанс с тем, что птица будет сидеть на пересадке и смотреть клювом в тайник. Это, в принципе, дает немножко птице уверенности. Она садится тогда на пересадку, ей ничего не составляет труда спорхнуть как бы в тайник. Шалаш или засидка, как хотите называйте, многие не придают этому значения, но все же, если учитывать второй пункт относительно, что мы говорили по солнцу, он как бы нужен. Шалаш нам нужен, в принципе, для того, чтобы птица нас не замечала, но мы будем сидеть относительно солнца спиной, то, соответственно, нам нужно сзади делать шалаш, чтобы стенка была более-менее плотной, чтобы мы не отбрасывали свои тени. Мы, получается, как бы немножко находимся в тени, то есть за солнцем. На нас сзади небольшое укрытие, и тень не падает на землю, и птица нас, в принципе, не видит. Большой шалаш я бы, в принципе, не строил, ну, такое небольшое укрытие построить можно, дабы защититься в плохую погоду от ветра, или зимой от снега, но большой строить не нужно, сделать это без фанатизма, и сделать это заранее. Так же самое заранее расчистить место, на котором будем ловить. И желательно бы в это место тоже насыпать прикорм определенного, чтобы птица привыкала к этому месту, ну, где-то дня, два, два, три, четыре, можно неделю. Птица привыкает к тому, что здесь находится уже наш шалашик небольшой, она понимает, что здесь уже есть ветки, которые мы вкопали, пересадки, она уже привыкает на них садиться, и как бы меньше этого всего боится. Когда, допустим, мы приходим в первый день, и сразу на чистом поле, где она садилась, кормилась, появились какие-то деревья, для нее это будет немножко подозрительно. Ну, вот как-то так. Пересадки. Пересадки я бы не ставил сильно высокие, поскольку птице неудобно, ну, она некомфортно себя чувствует, когда спускается немножко по веткам, и спускается потом в тайник. Надо поставить пересадку так, чтобы ей было как можно меньше делать каких-то там движений, дабы спуститься в тайник. Не стоит ставить пересадки, допустим, вот здесь стоит тайник, и пересадка стоит сразу над ним, и резко вот так вот идет под большим углом, идет вниз. Птице неудобно так вот спускаться, она не любит так прям резко вниз прыгать. Желательно поставить ее чуть-чуть дальше, дабы птица просто спорхнула, как бы, да, и пропланировала, и села в тайник. Ей так вот, ну, так птице, в принципе, удобнее. Если это, допустим, открытое поле, да, то, в принципе, можно поставить одну пересадку, дабы ей больше некуда было деваться, и только в тайник спускаться. Очень плохо, когда, допустим, это участок из многих кустарников и высоких деревьев. Как правило, птица сначала садится на высокие деревья, а потом уже, возможно, перелетает на те пересадки, которые вкопали вы. Ну, она делает это с неохотой, и практически часто проходящие их рядом сталька небольших птиц, она их сманивает, они снимаются, улетают вместе с ними. И так, что касаемо места, место, на котором находиться будем мы, и на котором будет находиться тайник. Я бы в своем случае сделал следующее. Если есть некоторые перепады неровности в рельефе местности, то, ну, можно поставить тайник, допустим, на возвышение чуть-чуть, а самим сидеть внизу и, в принципе, смотреть под небольшим углом, нам будет видно, где птица, куда она садится в тайник, или мимо него, или рядом с ним, и при этом не приставая, не выглядывая за этих кустов, смотреть, где она там, и так далее. Или же наоборот, можно сделать так, что мы будем сидеть наверху, а сам тайник будет внизу, но при этом нам... ну, при этом нам все будет видно, мы будем сидеть сверху и смотреть внизу, где садится птица. Но, как правило, срабатывает место, когда тайник находится на определенном рельефе местности немножко выше, выше, чем все остальные точки. То есть, это должна быть небольшая, высокая точка, на которой будет находиться тайник. Птица тогда спускаться к земле меньше, и она там будет находиться. Зачистка места непосредственно, где будет находиться тайник. Насколько чисто надо вычищать его? Ну, вот, к примеру, я сильно не вычищаю. Выбираем до земли, если остается небольшой, маленький бурьянчик, там такой более-менее чуть-чуть, я оставляю его есть. Славно поубирать, допустим, вот такие вот палки, которые будут, толстые палки, которые будут запутываться в сетке и будут мешать плохо открыть тайник и так далее. То есть, зачистил так буквально, чтобы осталась мягкая трава, которая там есть, и на этом как бы и хватит. Больше защищать этого места это не надо. Очень хорошо бы было, если бы это место было непосредственно на чем-то огороде, который уже убрали, и там более-менее чисто, и относительно, то есть, подходящая такая местность, к которой птица привыкает садиться. То есть, она садится, она на огородах практически часто кормится, да, и ей эта местность знакома. Она садится спокойненько на пересадки, которые вы установили, и спокойно спускается на землю. Я уже было хотел купить себе орнитологическую сеть, или сеть-паутинку, как бы там она правильно называется, неважно. Но потом все-таки передумал. Ну, на мой взгляд, я, конечно, не буду настаивать, каждый делает свой выбор. Тайник немножко спортивный, в том плане, что здесь проявляется больше спортивного интереса, нежели орнитологическая сеть, или сети-паутинки. То есть, как бы, по мне, здесь в тайнике нужно как-то дергать, там, да, крыть, что-то какие-то делать, движения. А в орнитологической сети ты ее просто установил, ну, заранее подготовил, конечно, место, просто установил, и птица, как бы, да, сама попадает паутинку в эту сетку орнитологическую. То есть, процесса, как такового, самой, как бы, охоты, да, не происходит. Поэтому я выбрал тайник. Сколько я ловлю птиц? Ну, я ловлю птиц, оставляю себе на зиму 2-3, максимум 4 птицы. Почему так? Я ими не торгую, я их не продаю, для меня нет, не стоит цель их нагрепать мешками, и так далее, и тому подобное. Если прилетает, допустим, стайка из 3-4 птиц, я стараюсь накрыть всю стайку из 3-4 птиц, которая прилетела. Никогда практически не крою, когда падает одна. Почему так? Потому что те, которые остаются на пересадке или рядом в каком-то месте, они пугаются и улетают. Потом, когда уже приходишь на это место еще раз ловить, птица получается битая, пуганная, она уже боится этого места и идет с неохотой в тайник. Ну, я обычно ставлю, в данном случае у меня сейчас дома 2 щегла и 3 щежа. Вот это количество птиц, которое у меня есть. С собой я беру 2 чижа, 2 щегла максимум. Иногда бывает, если разведочка, то я беру 1 чижа, 1 щегла. Но в некоторых случаях, когда я, допустим, беру 2 птицы, я ставлю их в тайник в середину и прикрываю не сильно, без фанатизма, растениями, которые птица, в принципе, сорными травами, которые птица спускается и ест. Вот. Поэтому, как бы, ну, за цель не стоит. Если я беру немножко больше птиц, соответственно, я могу, в принципе, поставить даже, допустим, у нас есть тайник, закрывается на эту сторону, я могу поставить птиц сразу за тайником, дабы освободить место в самом тайнике. Тайник. Тайник у меня, как я сказал, уже небольшой по высоте и по ширине. Почему я выбрал именно такой, более-менее оптимальный? Ну, во-первых, удобно его переносить, перевозить. Во-вторых, мне не сильно нравятся высокие. Почему? Потому что очень часто происходят такие ситуации, что птица, взлетая с тайника, я уже дернул за шнур и начинаю ее крыть, с большой высоты падает и ударяется об землю. Одежда, которую мы одеваем для того, чтобы ловить птиц. Ну, в данном случае, я сейчас нахожусь в серой курточке, в черной футболке, в черной кепке. Можно просто одеть то, что есть. В данном случае это все устраивает. Ну, единственное, понятно, что, допустим, не белую кепку, не яркую куртку, желтую, или ярко-красную, допустим, ну, это будет даже заметно. Ну, если мы будем, конечно, находиться в шалаше, то, в принципе, это столь роли не играет. Ну, если так вот, где-то на открытом месте, чуть-чуть, то да, желательно подеваться немножко потемнее. И напоследок, не забываем то, что некоторые птицы, которые мы ловим, находятся в красной книге, поэтому стараемся бережно относиться к тому, что мы ловим, и стараемся бережно их выпускать из сетей, выпутывать из сетей и отпускать их на волю. Стараться как можно больше помочь птице пережить зиму, ставить кормушки на местах, где мы ловим, оставить прикормку и не забывать про то, что мы не должны мусорить в тех местах, в которых мы сидим. Вот у меня есть, там было одно-одно такое место, на котором ловили и другие птицеловы, поставляли там бутылки, пакеты, бумажки, пришлось брать мусорный пакет и вывозить этот мусор на мусорные баки. Все вышесказанное может и изменяться в зависимости от ваших условий, от вашего места проживания. Как бы за основу я отдам для себя здесь беру вот такие вот критерии, по которым я бы ходил бы и ловил бы птицу. Еще раз повторю, я птицу не продаю, я ее ловлю для удовольствия, стараюсь меньше ее травмировать, если птица очень исхудалая, потом подкармливать и соответственно выпускать. На зиму себе оставляю некоторое количество птиц для того, чтобы на следующий год просто ходить и так же само радоваться и получать удовольствие от того, что мы ее просто ловим. Я понимаю, что ловить птицу для нее это как бы тоже стрессовая ситуация, но в данном случае стараюсь более-менее гуманно к этому относиться. Ну, все. Пока. Теперь, надеюсь, завтра, послезавтра выйти уже непосредственно расчистить место, поставить тайник, примерить его и на следующий день пойдем уже ее ловить. Всем пока. Смотрим продолжение дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...